Сегодня школьники Чувашии показали свою готовность к труду и обороне. Около полутора тысяч ребят приняли участие в республиканском фестивале ГТО. Пока это первый официальный старт с занесением результатов в электронную базу портала управления спортивной отраслью, но далеко не последнее. Подробнее в следующем сюжете. Фестиваль ГТО приняли пять муниципалитетов республики. Комсомольские, Чебоксарские районы и города Канаж, Новочебоксарск и Чебоксары. Массовое внедрение комплекса в Чувашии началось со школьников. Именно им предстояло испытать себя в четырех обязательных нормативах, продемонстрировать растяжку, скорость, силу рук и умение плавать. Ну то, что будет комплекс ГТО, это правильно. Чтобы было больше спортивной молодежи. А то все курят, пьют. Да, нормативы должен выполнять каждый. Очень легкие. Ну, очень легко выполнять все. Для меня ГТО это такое испытание, которое... Хорошо, что его обратно ввели, потому что есть шанс, ну, показать себя, попробовать себя в чем-то новом. Это не только, например, тот определенный вид спорта, которым ты занимаешься, например, я занимаюсь конькобежным, но еще я люблю вот тоже бег, легкую атлетику. Очень поэтому для меня есть хорошая такая возможность поучаствовать в чем-то, показать себя. Много сейчас становится тех, кто приобучает себя к спорту, то есть вот даже родители отводят своих маленьких детей, чтобы тоже сдать, потому что это очень хорошо. Это спортивное тело, спортивный дух и здоровье на долгие годы. Пока сдать нормы ГТО может лишь определенное количество желающих, так как в республике всего 4 центра тестирования. Но в будущем планируется создать пункты сдачи комплекса «Готов к труду и обороне» во всех муниципалитетах Чувашии, оснастив их всем необходимым оборудованием. Кроме учащихся, мы планируем с этого года привлекать уже работников государственных учреждений и работников государственных и государственных служащих. Таким образом, в 2015-2016 год у нас вся учащаяся молодежь должна будет пройти тестовое испытание, а с 2017 года мы уже будем привлекать к сдаче ГТО все население нашей республики. Конечно же, для каждого возраста свои нормативы. Бояться их не стоит. Как отметили участники фестиваля, при регулярных занятиях физической культурой больших сложностей выполнения комплекса не вызовет. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика.